Владимир Пантелеймонович, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, вы научный руководитель геохии. Нет, нет, нет. Я научный руководитель по направлению аналитической химии. У нас институт геохимии и аналитической химии, соответственно, у нас два научных руководителя по этим двум направлениям. Я по аналитической химии стал им не так давно. Вы были какое-то время директором института, были заместителем директора. А вообще работаете здесь практически всю свою научную жизнь? Абсолютно точно. Я работаю здесь с 1974 года, очень давно, скоро будет 50 лет уже. Долгое время работал с Эриком Михайловичем Галимовым, что вообще, говорит, большой интересный этап работы вместе с ним был. Потом, вот, так сказать, то, что вы называли, был исполняющим директора, сейчас научный руководитель. Давайте поговорим об одном из направлений вашей научной работы. Это нейтронный активационный анализ. Что это такое, для чего это нужно и в чем заключается метод? Метод возник, кстати говоря, в стенах нашего института еще в начале 50-х годов, хотя изначально он появился еще до войны, в 36-м году. Но я реально вышел на такое широкое применение именно в 50-х годах, когда появились ядерные реакторы первые. Ну, собственно, надо сказать, ядерный проект и так далее. Метод очень был самый чувствительный, то есть он позволял определять очень низкие концентрации элементов до 10-8 грамма, то есть нанограммы и так далее. То есть те концентрации, которые в то время были просто недостижимы. И, конечно, метод был прежде всего востребован в ядерной промышленности, потому что нужно было избавляться от вредных так называемых элементов, которые поглощали нейтроны и могли определенным образом сказаться на технологии ядерных реакций и, соответственно, использования этих материалов в реакторах. Это нейтронопоглощающие элементы. Поэтому образцы ядерной техники, ядерных материалов, это были первые материалы, которые, собственно, и были предметами исследований. Каким образом можно определять низкие концентрации этих вещей? Очень просто. Значит, вы берете материал, облучаете его нейтронами в ядерном реакторе. Мы использовали тяжеловодный реактор, который находился здесь, в Черемушке. В Москве было несколько реакторов, сейчас нет ни одного. И дальше происходят ядерные реакции, нейтрон-гамма. То есть захватывается нейтрон и образуется радиоактивное ядро, которое уже можно легко зарегистрировать с очень высокой чувствительностью. Вот отсюда и, собственно, и возникает высокая чувствительность самого метода анализа. Вы говорите, что сейчас нет ни одного реактора. Каким же образом вы продолжаете свою работу? У нас и работают коллеги в Дубне. В Дубне существует импульсный реактор ИБР-2, так называемый. Ну, вот сейчас, по сути дела, в России осталось немного ядерных реакторов. В Томске, в Дубне – это те, которые используются для нейтрон-активационного анализа. Конечно, реакторы существует, их много, и строятся и атомные станции, и исследовательские реакции, реакторы. Сейчас этот метод продолжает применяться? Метод продолжает применяться, но метод уже стал таким рутинным. И сейчас даже, скорее всего, начинает вытесняться, уступая место другим методам – это масс-спектрометрия. Сейчас, конечно, лидером в анализе следов является масс-спектрометрия по широте применения. Вы тоже ее применяете? Тоже применяем. У нас два метода масс-спектрометрии с индуктивной связанной – плазмой и атомная эмиссия. Более высокие концентрации элементов, но это все вместе дает возможность определять до 60-70 элементов. То есть сделать панорамный анализ разных образцов. Для чего это сейчас применяется? Только для ядерной промышленности или есть еще какие-то? Это начало активационного анализа действительно было связано с ядерной промышленностью. Потом появилась тема полупроводников, от чистоты полупроводников, потому что от чистоты полупроводниковых материалов зависит от их свойства и, соответственно, применения, возможности перехода более тонким технологиям нанометровым. Сейчас это все что угодно. То есть это, прежде всего, окружающая среда, это материалы разного рода, это наноматериалы, это, конечно, биология и применение в здравоохранении, для разного рода диагностики тканей, по тканям делается диагностика состояния организма. То есть это широкий спектр. Ну, экология – самое главное, пожалуйста. Расскажите об экологическом применении. Мне рассказывал, по-моему, даже Эрик Михайлович еще когда-то о том, что у вас проводились эксперименты чуть ли не где-то здесь рядом, чуть ли не на крыше ставились какие-то ваши приборы для того, чтобы определить наличие вредных примесей в атмосфере. Да, совершенно верно. Здесь, по сути дела, это был пробоотбор, который использовали разного рода фильтры, которые улавливают тонкие наночастицы, аэрозоли из воздуха. И так как аэрозоли являются одним из средств переноса вредных примесей, то, собственно, по концентрации разного рода металлов в этих аэрозолях определяем уже разного рода переносы, возможные переносы вредных компонентов. — И что вы можете сказать о состоянии нашей природы, хотя бы в Москве? — Нет, ну в Москве ситуация более-менее нормальная, особенно вот после тех изменений, которые случились, когда промышленность, по сути дела, из Москвы была выведена, и сейчас вы знаете, что нет ни больших заводов, остался, может быть, нефтеперерабатывающий завод в Капотни, а металлургические заводы, тот же самый завод Лихачева, либо, по сути дела, сейчас превратились, исчезли уже, нет завода Ленинского комсомола, то есть, ну, да и это просто как некие такие яркие примеры, наиболее такие заметные уходы предприятий из Москвы. И у нас есть лаборатории, которые занимаются городской пылью, в частности, пыль как некие то же самое. — Прямо лаборатория конкретно занимается? — Лаборатория, она занимается лабораторией геохимии наночастиц, Петр Сергеевич Федотов ей руководит. И, в частности, одна из таких тем, которая у них была, это экологическая, городская экология, это, собственно, анализ и диагностика городской пыли на предмет вот ее, чтобы она была неким способом или, скажем, средством для диагностики окружающей среды. Ну и, в общем-то, оказалось, что... — То есть, по состоянию пыли можно судить... — Да, по наличию в пыли разного рода примесей, да, вот можно судить о состоянии окружающей среды. Они занимались не только городской пылью в Москве, но и смотрели еще, скажем, подобные вещи, скажем, в районах медиплавильных предприятий на Урале. Там, конечно, существенная ситуация более не такая благоприятная и благостная, как в Москве, но, в общем-то, это позволяет во многом построить карты распределения выбросов, вредных выбросов в ареале нахождения этого предприятия. — Ну, по Москве, наверное, тоже районы отличаются. — Отличаются, конечно. Ну, это роза ветров, соответственно, северо-западные районы, юго-запад, запад, он, конечно, почище. — В центре хуже. — В центре хуже, хуже на востоке даже. Там, где находится у нас тоже те же самые капотния нефтеперерабатывающая завод. Ну и, в общем, все, что сдувается из Москвы. Сейчас мусорозжигательные заводы будут строиться. Но там они достаточно, с ними связаны, не столь глубокие опасения, потому что технологии довольно современные. Я говорю, что недавно, вот помните, мы с вами разговаривали еще на тему малоактивируемых материалов. В какой-то степени эта тема связана тоже с активацией, нейтронной активацией, но ближе примыкает уже, собственно, к теме термоядерного реактора, который… — Которого нет. — Которого пока нет, но, смотрите, он уже строится. И сейчас даже были публикации, что уже начинается сварка первых блоков троидального самого, так сказать, того тора, в котором будет находиться и удерживаться плазма. То есть это делается все в Карадаш, это Юг Франции, Прованс. То есть сейчас он строится. Мы участвуем очень активно, наша страна. И вот в свое время, когда, собственно, концепция термоядерного реактора, казалось бы, вот она, и она была любопытна и очень интересна, в середине 80-х годов была некая эйфория от того, что это вот-вот-вот уже можно будет каким-то образом использовать, тогда вот как раз возникла концепция малоактивируемых материалов. То есть если, скажем, те же самые конструкционные материалы для обычного ядерного реактора, они также облучаются вместе с топливом, в них наводится, ну, как в активационном анализе, радиоактивность, потом их надо утилизировать, куда-то девать, перерабатывать и так далее, то, казалось бы, но там еще в ядерном обычном реакторе деления существуют еще и осколки деления урана, поэтому получается, что их количество существенно больше, чем то, что наводится в конструкционных материалах, и, казалось бы, это малая доля того, что, вообще говоря, мешает, так сказать, развивать их довольно широко, внедрять и так далее. То сейчас, то в случае термоядерного реактора, казалось бы, это чистая ядерная реакция, и нет проблем, но оказалось, что все-таки... Ну да, то есть это не распад, а синтез, что... Это синтез, да. Что всегда лучше. Да, дейтерий тритий, образуется гелия, и плюс быстрые протоны, которые тоже вызывают активацию, хотя у них, конечно, пробег, быстрые нейтроны, хотя у них пробег, конечно, и активируемость меньше, чем у тепловых нейтронов, но, тем не менее, они приводят к активации окружающих материалов. Вы думаете, удастся обуздать термоядерную энергию? Ну, со временем, конечно, да, другой активности и нет. То есть вы считаете, что все-таки это будет? Будет, 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 конечно, будет. Вопросы, проблемы удержания плазмы, но физики этим занимаются, я далек от этого, но, тем не менее, все это решает. Ну, раз строят, то, значит, наверное, получится. Это будет, да. Первый реактор, который должен продемонстрировать возможности удержания плазмы, может быть, съема тепла и так далее, а дальше до... Это будет принципиально новый вид энергетики? Абсолютно точно, конечно, конечно, это будет принципиально новый вид энергетики, за которым будущее, потому что если урановое топливо исчерпаемо, в конечном счете, то это топливо практически хватит на... И ваши материалы, ваши методы здесь совершенно незаменимы? Ну, мы полагаем, что да, потому что в этом случае малоактивируемые материалы, которые могут быть использованы в этом реакторе, конечно, приведут к его еще большей экологической безопасности, безотходности. Понятно. Скажите, пожалуйста, а так вот работать всю жизнь в одном институте? С одной стороны, это хорошо, потому что ты всех знаешь и знаешь историю института, но, по сути дела, ты работаешь, ходишь в семью сюда. С другой стороны, возможно, если опираться на те, скажем, практики, которые существуют на Западе, когда человек должен сменить по жизни множество организаций, в каждой организации он что-то приобретает новое и таким образом движется дальше, ну, вот тут по-разному, у всех по-разному, понимаете, не то, что все работают у нас так вот, как я, например. Естественно. Поэтому я и спрашиваю. Это определяется еще, наверное, свойствами характера и какими-то другими моментами личностными. Ну, вот у меня так сложилось. Ну, у вас же здесь тоже была возможность роста, двигаться в одном, в другом направлении? Да, да, конечно, конечно. Или вы чувствовали какую-то скованность из-за того, что в одном коллективе... Нет, у нас в этом отношении свобода творчества, занимаясь тем, чем ты хочешь, ну, то, что, конечно, востребовано. И в этом смысле это очень интересно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...